на базе тишина и спокойствие вечером тут было по-другому всем доброе утро доброе утро это чай кофе греете что круто прикольно короче время 6 40 может проснулись подорвались едем час сторону абхазии но вместе на проблема и она случилась вчера утром скажем так сдохла сим-карта я сутки уже можно сказать без связи непривычное такое чувство через восемь километров будет город туапсе всем утра там мы вряд ли найдем сим-карту скорее всего всем карту мы купим я надеюсь на это слава в городе сочи все ребят пожелайте нам хорошего пути кстати смотрите как дымка туман облака но это дымка скрыть смотрите как прикольно там горы если кто не в курсе ребят уже не недалеко мы от сочи смотрите едем по мосту и не знаю сказать знаменитый может он незнаменитый но от красивый мост под нами очень большая глубина высота и смотрите туман туман дымка внизу ничего вообще не видно вообще ничего не видно нигде смотрите какой вид красивый ребята как говорится на том же месте в тот же час сколько прошло времени как мы ехали в сочи здесь снимали я запомнил это у нас догомыс как вы понимаете нам уже чуть-чуть осталось ехать до сочи я уже с ума сошел без без связи быстрее бы интересный кто в теме тот в теме тот поймет цвета на что я намекаю а так ребят еще раз всех с пасхой на игры давай подеремся ну давай подеремся мне надо бить а чо я жопу тебя бью жопой давай ударили чем я победил но все ребята мы в славном городе сочи приехали в море мол большой торговый центр ребят это самый большой мегамол в городе сочи ну такой неплохой вроде да краснодарь мне кажется есть и побольше типа озмола ну все что нужно есть кино макдональдс и все дела заказывать вот так вот происходит процесс тут бургер кинг макдональдс кейси тут заказываешь и потом ждешь тебе заказ привозят как говорится завтрак туриста вот такое на сегодня завтрак и смотрим уже карту границы вчера там было говорят по зеленой пролетали сейчас смотрим на границе красном то есть машин много едет значит будем стоять в очереди короче все расскажем и покажем ребята надюха пересела за руль сейчас я объясню почему вот прям сейчас расскажу на границе на границе тучи ходят хамура вот ребятки граница народу принципе немного вот и едешь по встречке чуть чуть не пойму короче я вышел из машины потому что сказали пишу этот только водитель проезжает на машины все остальные пешком иду пешком но все меня пропустили надо он стоит как раз первая сейчас нашла баме сейчас я надеюсь все нормально у нее будет только я здесь что-то не вижу duty free смотрите за спиной мне какие красивые горы по появляются ну вот ребятки пересекаем и границу мы сейчас на нейтральной территории получается флаг россии абхазии река псал разделяет россия абхазии сейчас будет абхазская граница и какие виды еще раз показываем как красиво тут все а еще будет граница абхазская а вот кстати с левой стороны duty фришечка проезжаемая скидка 7 процент мы пересекли границу уже мы на территории абхазии сейчас расскажу вам как это все происходило сейчас мы проедем тут молит милики о неровных или полиционер стоит абхазский дпс короче перед границей я переводит очень и надя села за руль обратно потому что она хозяйка машины ей нужно быть за рулем перед пересекать границу потому что если бы я был за рулем на меня должна была быть генеральная то какая-то доверенность за заверенной консулом там херня какая-то очень много там что-то нотариусом да вот и чё перед 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 границей все все пассажиры выходят из машины проезжает только водители машину там досматривали в так чисто формально досмотрели а вот паспортный контроль пешком прошли там там по моему 5 этих 5 как-то комнат где сидят таможенники то есть ну минут десять постоял и все проверил паспорт долго на меня смотрел да и возмужали по сравнению с 18-летней фотографии хочу делать жизнь такая бензин 42 рубля народно нам тут же рубли ходят дешевле чем россии непонятно что за бензин ну да короче все въехали едем теперь нам осталось ехать еще час двадцать до гостиницы принципе все но абхазы тоже проверили паспорта откроют открыли багажник он даже в него не заглядывал формальность открыли закрыли багажник и все вот мы здесь короче кстати с не ну как бы относительно недавно но уже тут можно расплачиваться картами надюха мне говорила что тут карты не ходят тут только на русские рубли наличные но только что женщина стояла с краснодарами тут сын служит они к нему в гости поехали она горит карты ходят все нормально но горит очень внимательно с машинами очень внимательно могут своровать и все остальное предупредила нас ребят хотел вам показать вид моря а то смотрите тут памятник шамба андрей кишкович 56 года 92 георгий погиб за родину кажется здесь погиб ну да здесь вид пока нет но море спокойно и кайф волны нет вода бирюзовая ну я думаю вам еще покажу ребятам и в гаграх я люблю гагру было написано смотрите какой вид открывается красиво красиво но нам дальше ехать там еще час ехать до нового афона смотрите тоже старое заброшенное здание какое-то во временем войны скорее всего еще осталось но не великое действие соответственно 92 года с кем они там с грузинами наверно воевали да если я не ошибаюсь но тут хорошо тепло 18 половина градусов сейчас на улице субтропики ребят ребят сейчас проезжали заправку рост нефти 92 бензин стоит 41 рубль ровно сколько у нас краснодаре стоит 44 70 ребят и вот это вот нормальное явление у них здесь на дорогах это очень нормальное явление так стали сосутом друг у друга и вон еще одна посрала все хорошо как только видите вот такое животное надо максимально снизить скорость насколько это возможно вход для остановки потому что дети дедушки и бабушки старые люди и животные они не предсказуем еще очень много полицейских вот едешь вот такой дороге вроде едешь едешь такой вроде это вроде относительно неплохая дорога там по качеству и так далее относительно и бабах не нести ни с того ни сего полицейский лежит причем со свистком и и с палкой вот например на смотрите машина начинается время войны разбитая стоит волга нашу вот например то чем а за коров нет полицейский снял за ладно я даже не видел вот еще одно час будет переходить и вообще по у и у это бык во первых осеменитель вот рица у нас через 40 километров а у озера лица там где-то в горах что красота и местные носятся им похер сплошная не сплошная там как сумасшедшие конечно они водители сумасшедшие не ну с одной стороны вот так вот уедем сейчас смотрим как будто вот реально по какому-то советскому союзу не знаю 70-х годов едем другой стороны чувствуется другой такой климат тут уже 24 градуса тепла машине показывать за границей тем не менее закрыли турцию говорится мы найдем другие запрещенные государства куда может попасть вот ребята едешь едешь по трассе все знак ограничение 30 и полицейский причем такой приличный но мы одним колесиком его объедем конечно но тем не менее эти путь вот ребята посмотрите подарок подорожник называется заправка сотый битин 48 50 5 43 1 со 2 41 рубль как так может быть ребята мы въезжаем и так понимаю в гадауту и там дальше пост дпс то есть для них это нормально для для абхаза что здесь дпс посты стоят смотрите жидкостанция заброшенная гудаута написано на ней гудаута кого-то вот только только вчера тут бои прошли рельсы отсюда даже видно что не ржавый никто не по ним не ездят вообще жесть пипец я но с одной стороны интересно с другой стороны как это не по себе страшно знаю такое двоякое ощущение чувствую полицейские везде потому что их реально по-другому не остановить даже коровы но и одни цветы по обочинам там там памятник разбившимся но это опасно это опасно да реально конечно не тут носятся как чума чечи навигатор показывает через две минуты мы будем на месте а ни одного ни одного еще указателя не было что мы в новом айфоне добро пожаловать это вот наша что это что наша наш да это опасно водичка не повторяюсь повторять вот так где-то налево до что а здесь столовая ведь посмотрите флаг обхай его тут мы туда пойдем красивый православный столовка короче мы его приехали в новом афоне новый афоне туристы туристы делать девочек много просто все ладно сейчас приедем покажу вам ром-тур проведу какой качок идет ух нашим вот это все все мы приехали для маршу там а что с ним такой а я думал вот это наша хата наша хата с краю по ходу после войны осталось пожары какие-то горела ты хочешь прям далеко-далеко заехать а что здесь стоять да давай подальше или чё 61 61 61 61 регион 61 регион ростов привет короче мы первым делом пока не поздно пока еще обед не закончился первым делом идем поедим пообедаем сейчас покажу чем тут кормят а потом только будет заселение вот это столовая я так понимаю смотрите чем тут корень какие-то макарошки курица курица котлетки какие-то салатик еще и первое тут есть а что на первое на первое что овощный суп и все да смотрите какой аромат кися чё смотришь какое место ароматичное водопадики речка прозрачная футбольное поле ну и тут получается вот что я себе взял овощный суп макароны салат винегрет ну короче сейчас поем и скажу вкусно тут кормят или нет говорят вкусно скажу так суп ничего такой тепленький это понятно нормально вкусно а вот это все ну есть можно в принципе но все холодно не подогревается оно у них там где лежит вот это косяк так как мы уже в конце обеда под подъехали может она уже и остыла понятное дело оно должно все в принципе по хорошему подогреваться а так есть можно вкуснее в принципе чем в московском отеле в звездном нас кормили это тут даже не обсуждается смотрите какой космический объект идет я про Надю космический объект идет по космическому кораблю 304 номер ух ты все по-современному ну что я могу отметить кровать хорошая большая телевизор есть тоже неплохо симпатичный номер холодильничек чайничек большой балкон кстати да а где бассейн тут еще бассейн должен быть вот столовая кстати видите столовая или та-та речка которая там течет за столовой это есть бассейн еще надо туалет показать что мне больше сейчас интересует вот опа а ванн найди не понял а вот это что ли да офига себе оригинально сделано ох ребята смотрите какой водопад а вот он стадион а куда мы идем монастырь как называется новоафонский монастырь он тут рядом вот не знаю вон он виднеет свечку ставить указатель монастырь вот эта вот тропа называется тропа грешников Надюх это твоя тропа вот вход монастырь а какой вид открывается а вот вам еще один чуть еще поднялись вот еще один вам вид как говорится на миллион а вон видите я показываю башни это анакопийская крепость туда вот это вот туристка хочет завтра туда подниматься 800 метров да а вот вам сблизи монастырь вот мы уже во внутреннем дворе есть какие-то заброшенные здания но а вот а а да а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Деревья наверняка самого вождя видели, может он их и садил Ну я не знаю, кого-то он садил точно, но может и их садил Все, мы пришли, вот оно, тоже популярное место В новом айфоне Вождь народов вот так выходил со своей дачи И обсматривал свои владения Вот этот вид он видел Представьте себе Но я не знаю, не буду утверждать Вот это здание, ну это одно из Соответственно, его Зданий на территории его дачи А конкретно Где он там жил и работал, сейчас посмотрим Ну вот, я оказался прав Вот вход в это здание Вход платный, часы работы с 10 до 17 Заходим, чё почём По 100 рублей, по-моему А можно экскурсию посмотреть? Заплатили за экскурсию, сразу в банкетный зал заходим Супруги у Сталина не было, с детьми и молодых Не приезжал только генерал Касик Начальник личной охраны, который постоянно находился Со Сталином мог знать, в какой спале ночует Сталин У Сталина была манья, мог за ночь поменять место расположения В 47-м супруге не было, Надежда Алинуева в 32-м году застрелилась Детьми не приезжал Гости, приезжающие на приём к Сталину Размещались напротив Когда будете выходить Стоит двухэтажное здание с балконом Это были апартаменты генерала Власика На втором этаже размещались гости На первом готовили пищу Готовую пищу под охраной приносили в банкетный зал Сталин не переносил запахи кухни Любимое вино Сталина Это Хванчкарай, Кинзмараули, эти сорта для него привозили специально из Грузии Место Сталина было в середине стола, садился напротив этой картины Сегодня это кофе картины Шишкина, сибирские пейзажи До смерти Сталина здесь висел оригинал Сталин умер 5 марта, в 53-м возрасте, в 74-х лет, в Кукцево на даче После смерти оригинал забирают в русский музей, в Санкт-Петербурге Находится в 57-м, передаётся это копия Картина висела не просто, со значением Здесь были приёмы, встречи, банкеты Если кто-то из гостей за столом высказывался не так, как хотелось бы Сталину Молча показывал на эту картину Этого, наверное, было достаточно Сталин на море не ходил Морскую воду качали в ванные комнаты Сама ванна, стол, стуле, массажная кушетка, как или это сталинских времён Сантехника менялась уже дважды Краны без душевых смесителей Это те краны, по которым качали морскую воду 17 лет уже, как дача, только экскурсионным используется Когда стали использовать экскурсионным объектом Морскую воду сегодня, конечно, не качали Хотя водопроводы сегодня в идеальном состоянии Квота в 75-й год Вот та самая посуда А вот лесосибирская железная дорога И вот такая картинка, подаренная Брежневым Вот это она сказала, да, здесь настоящая, сталинская А вот это уже современная, да Что здесь у нас, пианино она что-то Столько всего бы она говорила Пианино, картина, картонка Какие-то, включайся Тот самый туалет Блин, ну-ка Несколько спален было И он несколько раз за ночь мог менять кровати Посмотрите в то зеркало, в которое оси, в оси ревеночке смотрелся Вот вторая спальня Вот и сюда он смотрелся тоже Он спал, подскочил В другом комнате Затертая такая, да Ну и здесь Иосиф Виссарионович Вот отсюда, да Приходил сюда на балкончик, стоял Перекурил, да, и размышлял Кого наградить, а кого в Сибирь отослать А кого и расстрелять А чего мы сюда не зашли Там же дверь была, точно была открыта Вот здесь сидел, видишь Телефон с Москвой прямой Везде зеркала Везде кушетки Ну а где она сказала, вот это что ли Здесь были гости Про это он говорил, гости были Здесь и готовка Он не переносил запах Готовящейся еды Здесь Власик отдыхал А это вот дача Его, три спальни Рабочий кабинет Что еще? А, ну и банкетный зал, да? Ну, я думаю 200 рублей с человека Не так уж и дорого Один раз стоит посмотреть И вам понравилось И мне тем более Так, ну что, идем дальше Ну идем дальше куда уже? В гостиницу или к морю? Сегодня план выполнен Туристических путешествий Ребят, ну Заключительная на сегодня локация такая Достопримечательность Вот монастырь тоже старый По нему видно, что он очень старый Поворачиваемся налево Тут музей какой-то Абхазского центра Ну и вот Собственно говоря Водопад Храм апостола Симона Никонина Храм апостола как? Симона Канонита Симона Канонита Перевожусь, никто не услышал Музей Таких друзей И в музей Кто-то туда поднимается И прямо идет по водопаду Над ним Это опасно? Это очень опасно Ну все, локация Сделана Я думаю, так сегодня много наснимал Поэтому спасибо за просмотр Поставьте пальцы Поставьте большие пальцы вверх Если видео вам это понравилось Кто не подписан Подпишитесь на канал Ну и До завтра Завтра будет новый день Завтра будет у нас Подъем вот на эту гору Очень Очень будет все тяжело Все, до завтра, ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok